Всех приветствую на моем канале. В самое ближайшее время в России может начаться выпуск новой ультрабюджетной модели, которая по цене будет соперничать с бестселлером российского рынка Лады Грантой. Выпуск новинки может начаться на калининградском автомобильном заводе Автотор. В данный момент предприятие занимается контрактной сборкой автомобилей таких брендов как BMW, Kia и Hyundai. В последнее время перечень производимых там моделей BMW неуклонно снижается. Все дело в том, что из-за низкого уровня локализации государство в полной мере уже не компенсирует утилизационный сбор. В итоге импортируемые из-за рубежа машины стоят уже не дороже собранных на Автоторе. Что же касается моделей от Hyundai и Kia, то предприятие собирает фактически все модели кроме локализованных под Санкт-Петербургом. То есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако в прошлом году концерн Hyundai Kia выкупил UGM за консервированный завод в шушарах, который ничего бы не производил аж с конца 2014 года. С высокой степенью вероятности производство моделей, в данный момент локализованных на Автоторе, будет перенесено именно туда. Таким образом, в данный момент Автотор вынужден искать новых клиентов для контрактной сборки автомобилей. Недавно в сети появилась информация о том, что компания может разработать собственный электромобиль, ориентировочная стоимость которого будет составлять не более полутора миллионов рублей. Однако его разработка в любом случае займет какое-то время, даже если будут использованы готовые технологии и платформа зарубежного партнера. Именно поэтому в ближайшее время в качестве более быстрого реализуемого плана на Автоторе может быть налажена сборка максимально простой бюджетной модели. Ведь именно в такой машине в данный момент нуждается российский авторынок. Ведь все мы знаем, что цены на новые машины постоянно растут. Дилеры дополнительно навязывают огромные допы. Все это привело к тому, что простые русские работяги просто не могут позволить себе современный новый автомобиль. Но, возможно, в ближайшем времени ситуация может измениться. По полученной от инсайдеров информации, на Автоторе может быть налажена сборка нового сверхбюджетного кроссовера, разработкой которого занималась индийская компания Tata. В Индии данный кроссовер на днях дебютировал под именем Tata Punch. Что с английского переводится как удар. И новый кроссовер как раз может стать сильным ударом по конкурентам. Ведь на индийском рынке в рублевом эквиваленте цена этой машины будет лежать в диапазоне от 515 до 733 тысяч рублей. Даже базовая Lada Granta стоит дороже. Вообще компания Tata славится своими ультрадешевыми моделями. Взять хотя бы широко известную модель Nano, которая успела побыть самым дешевым автомобилем во всем мире. У нас в стране конечно кроссовер будет стоить дороже. В первую очередь скажется недостаточно высокая локализация. Но даже по цене от 750 тысяч до миллиона он станет очень хорошим выбором в своем классе. Ведь по такой цене он будет конкурировать с дорогими версиями Lada Granta и бюджетными исполнениями Vesta. В основе такого кроссовера лежит модульная платформа ALFA, собственной разработки компании Tata. Punch отличается предельно простой конструкцией. У него поперечное расположение двигателя, передний привод, а в качестве подвески спереди стойки McPherson, а сзади полузависимая балка. Передние тормоза выполнены дисковыми, а задние барабанными. У кроссовера достаточно внушительный дорожный просвет 190 мм. Он способен преодолевать брод глубиной 370 мм. А по габаритам Tata Punch максимально близка к нашей Lada Granta в кузове Hatchback. Длина кузова данного кроссовера составляет 3827 мм. Ширина 1742 мм, а высота 1615 мм. Длина колесной базы 2445 мм. Машина оснащается колесами с дисками диаметром от 15 до 16 дюймов в зависимости от исполнения. С точки зрения дизайна модель похожа на многие другие компактные кроссоверы для индийского рынка. По современной кроссоверной моде основные блоки передних фар вставлены в передний бампер. Сверху же расположились брови поворотников и дневных ходовых огней. Нужно признать, что благодаря подобному подходу к дизайну, многие современные кроссоверы стали трудно различимы между собой. Сзади модель выделяется разве что фонарями сложной формы. В дорогих исполнениях кроссоверу положена двухцветная окраска кузова. В простых исполнениях с однотонной окраской кузова и на штампах машина смотрится весьма бюджетно. А теперь давайте познакомимся с интерьером новинки. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000авто.ру. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000авто.ру это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000авто.ру я оставил в описании к этому ролику. Интерьер кроссовера весьма прост. У него аналоговый приборный щиток. Тем не менее, по центру расположился небольшой планшет мультимедийной системы. Сам салон отделан простыми бюджетными материалами. Повсюду нас встречает жесткий пластик. В базовом исполнении новый кроссовер должен получить две подушки безопасности. А также систему АБС, кондиционер, передние электростеклоподъемники, центральный замок и регулировка руля по высоте. Достаточно неплохой набор для бюджетного автомобиля. В качестве опции предлагается медиасистема с 7-ми дюймовым экраном, камера заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль, цветной экран комбинации приборов и датчик дождя. При всем при этом, боковых подушек безопасности и системы ESP нет даже в топовых исполнениях. Тут сказываются лояльные требования индийского законодательства. Очень, кстати, схожего с нашим. В то же время, многие индусы верят в реинкарнационную души. Так что такой подход их вполне устраивает. То же самое можно сказать и о российских покупателях. Ведь многие из них предпочитают не пристегиваться, а активную пассивную безопасность своей машины повышать с помощью установки трех-кон на передней торпеде. Благо, и при покупке такая пустая машина гораздо дешевле, чем оснащенная полным набором аэрбэгов и электронных ассистентов. Среди плюсов нового кроссовера отмечается его неплохая вместимость. Задние двери распахиваются на угол в 90 градусов, а на заднем ряду практически ровный пол. Объем багажного отделения составляет 366 литров. В данный момент для нового Tata Punch положен один-единственный силовой агрегат. Это трехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1,2 литра семейства Rivatron. Машина с таким двигателем штатно оснащается системой старт-стоп, понижающей расход топлива. Отдача такого силового агрегата составляет 86 л.с. и 113 Нм крутящего момента. Сочетается такой двигатель либо с пятиступенчатой механикой, либо с созданным на ее основе пятиступенчатым же роботом IMT с одним сухим сцеплением. Автомобиль, оснащенный механической коробкой передач, разгоняется до сотни за 16,5 секунд. Это не впечатляющие цифры, но для езды по городу их должно в целом хватать. В будущем же ожидается появление и турбированной модификации, силовой агрегат которой будет развивать около 100 л.с. и 175 Нм крутящего момента. До сотни такая машина сможет разгоняться приблизительно за 11 секунд. Производство новой Тата Панч в России может начаться ориентировочно в конце 2022-го, начале 2023 года. Напишите пожалуйста в комментариях, сможет ли по вашему мнению новая модель стать ударом для автоваза, потеснив такие бестселлеры как Лада Гранта и Лада Веста. Сможет ли она замахнуться на лавры новой Нивы? Ну и конечно же обязательно пишите, планируете ли вы купить для себя подобный автомобиль. А если нет, то что вас остановит? У меня же на данный момент это вся информация о новом автомобиле. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу же получить уведомления о выходе нового выпуска. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, не болейте и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok